Состояние городских дорог Сегодня это Сергей Васюнов, начальник департамента ЖКХ города Череповца Сергей Александрович, добрый вечер Добрый вечер Присняйтесь к нашей беседе, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон эфира 578-555 Расскажите свои мнения, свои суждения, задавайте вопросы Но есть такая старая шутка, пришла весна Асфальт Растайл Прежде чем мы с вами беседуем, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши журналисты, проехав по улицам города Добрый вечер Как гласит народная мудрость, у России две проблемы А по весне с одной из них совсем беда Речь, конечно, о дорогах Весенние улицы снег тает, а вместе с ним и асфальт Водители в смятении, допустимо ли такое? И что считать ямкой, а где уже ямище? По состоянию содержания автомобильных дорог существует определенное требование Это государственные стандарты норматив автомобильной дороги и улицы 505-97-93 Требования к эксплуатационному содержанию, допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения В соответствии с пунктом 3.1.2 указанного ГОСТа Размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать по глубине 5 см, по длине 15 см и по ширине 60 см Встретилась яма больших размеров, машина при этом пострадала Первонаперво нужно остановиться, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ДПС для оформления административного материала Можно и самостоятельно зафиксировать повреждения автомобиля и размер ямы, но обязательно в присутствии двух понятых Ответственность за сломанную машину из-за ненадлежащего качества дорожного полотна лежит на подрядчике, которому вверен этот автомобильный дорожный участок К нему нужно отправить претензию Получить информацию об организации можно в демартаменте ЖКХ Как заверяют адвокаты, в добровольном или судебном порядке ущерб должны возместить Ну вот такой сюжет, Сергей Анатольевич, вот смотрите, на некоторых улицах Ташвагорда асфальт положили всего полгода назад Мы все помним, как шли капитальные ремонты, очень много было техники, людей, которые работали На самом деле было сделано достаточно много, но прошло всего полгода и на большинстве этих улиц ямы снова появились Вот в чем проблема? Вы действительно правы, в прошлом году год был очень серьезный То, что касается ремонта асфальтового покрытия, порядка 10 улиц, плюс долгосрочные работы Но я бы не сказал, что все улицы, дороги, которые у нас ремонтировались, они соответствующим образом рассыпались Есть небольшие замечания, эти замечания фиксируются в департаменте ЖКХ Потому что сроки, гарантийные сроки по этим обязательствам, они у нас четко прописаны в контрактах Тем более подрядные организации, которые выполняли эти объемы работ, они тоже у нас в городе, они свои организации, мы их знаем И поэтому не возникнет никаких проблем, если в прошлом году где-то выполнил был ремонт В этом году мы фиксируем трещины, либо разрушение асфальтового покрытия Соответствующие претензии будут высказаны, подрядчики за свой счет эти недостатки устранят Можете сказать, а сколько вообще составляет гарантия на проведенные работы? 3, 5, 7 лет? Все зависит от того вида ремонтных работ, которые выполняются Если мы говорим про ямочный ремонт, ну понятно, это ремонт аварийный, он максимум составляет, может быть, не более 3 месяцев Если мы говорим картами, то там до 2 лет А если серьезные объемы работ, с которыми мы столкнулись в прошлом году, это улица Ленина, то гарантийный срок составляет до 4 лет Ну, то есть 4 года подрядная организация должна будет устранить недостатки, которые будут выявлены в процессе эксплуатации? Совершенно верно Ну вот если проехать по улице Ленина, отмечают многие горожане-автолюбители Дорога на самом деле хорошо перезимовала, хотя, может быть, срок прошел небольшой Хотя тоже появились выбоины, особенно вокруг люков, которые были круглые, которые не были квадратными Это является гарантийным случаем? Будут ли ремонтировать подрядчики? Да, совершенно верно, горожане правильно обратили внимание, это зафиксировано и у нас Организация, которая выполняла объем работ, она в этом году к нам приходит снова Уже они будут заниматься проспектом Победы, но мы уже составили соответствующий перечень То, что касается поднятия установки колодцев, ливневых колодцев, и круглых, и квадратных Поэтому они с 22 апреля приходят к нам в город, приступают к ремонтам И гарантийным обязательствам своим выполнять эти ремонтные работы Замечательно, тема актуальна, у нас уже есть звонок в студию, давайте послушаем зрителя Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте, добрый вечер У меня вот такой вот вопрос Если наши специалисты не справляются со своими обязанностями в плане покрытия дорог То почему бы не нанять иностранных, в частности из Европы? В интернете немало видеороликов, когда нарушаются технологии окладки асфальта Это и зимой, и в луже, и, ну, в общем, многочисленные видеоролики, когда технология нарушается Спасибо за вопрос, к сожалению, зритель не представился Ну, вот, не знаю, буквально готовился к эфиру, читал тоже материал в интернете Был опыт, когда приглашали финских дорожных строителей в Мурманскую область И по результату работы, в принципе, говорят, что особой разницы-то нет Что наши делают, что финны, все примерно одинаково Причем, возможно, даже у финнов там есть, ну, больше как бы недочетов, потому что отличаются нормативные положения Которые комментируют, как дорога должна быть построена Вот что можете сказать, почему мы не приглашаем иностранных специалистов? Да мы только за Мы на сегодняшний день открыты для всех подрядных организаций, в том числе и зарубежных В соответствии с федеральным законодательством Все работы, которые мы производим, да, муниципалитет, в том числе и ремонт дорожного покрытия Он размещается, соответственно, на электронной площадке К этой электронной площадке в соответствии с аукционными процедурами Имеют все заинтересованные лица подрядной организации Которые могут оценить правильно свои силы Посчитать та цена, которая определена И принять соответствующее решение Вот, кстати, организация, которая у нас занималась по улице Ленина Выиграла контакт в прошлом году И в этом году она продолжит работу Это не наша организация, не местная Это организация Санкт-Петербурга, называется она ВАД То есть новый участник у нас появился на этом рынке Но вот даже то, как проделался ремонт Поскольку мы на этой улице находимся Мы отмечали, что абсолютно другой подход к организации ремонта Что компания приехала с готовыми табличками С направлениями объезда Что улицы перекрывали, но всегда можно было двигаться Вот приход такого крупного игрока с другими принципами работы Как-то изменил ситуацию на городском рынке? Другие подрядчики подтягиваются? Я думаю, что да, и это правильно Мы были замкнуты несколько в своем кругу В своей Вологодской области Рассматривали подрядные организации со своей технологией Со своими специалистами Но вот такая новая волна Приход совершенно организации другого уровня Которые занимаются федеральными дорогами Они показали нам о том, что дороги можно ремонтировать Ремонтировать совершенно по-другому В другом качестве И у нас даже есть соответствующие письма И от наших структур, в частности от КИБДД Им очень понравилась сама методика производства работы Без привлечения специалистов КИБДД Для переостановки техники Для выставления знаков соответствующих Ну и оперативность самой работы организации Техника современная, очень удобная Которая позволяет производить работу в кратчайшие сроки Плюс это фактически 24 часа работы в сутки Все как бы складывается положительным И для нас в моменте, и в том числе и наши подрядные организации Смотрят, берут на вооружение тех технологий, которые применяются Ну, рынок становится конкурентным У нас еще один вопрос, давайте послушаем Алло, здравствуйте Здравствуйте, говорите Алло, задавайте вопрос Ну, к сожалению, не отвечает телезритель Смотрите, можно ли как-то оценить технологии По которым производится капитальный ремонт Ведь, если вспомнить, в свое время был отремонтирован участок Улицы Столиваров от улицы Ленина до улицы Металлургов По какой-то особой технологии с армируемой полиэтиленовой пленкой Там, в принципе, асфальт стоял достаточно долго То есть были мелкие недочеты, что-то там происходило Но, в общем, покрытие держалось Несмотря на то, что там и перепады, и, возможно, трещины И прочие-прочие вещи Но это всегда писали в наших газетах, рассказали в нашей телевидении О том, что это дорогой был способ ремонта Вот, может быть, нужно потихонечку ремонтировать Право те, кто говорят, что вкладывать в более дорогую технологию, но надолго Как в таких ситуациях? Ну, вы совершенно правы Технологии существуют различные В прошлом году мы применили тоже новую технологию Это новая асфальтобетонная смесь Щебенистый асфальт И он по прочным характеристикам Намного долговечнее Износовоустойчивее И сам по себе Конечно, он дороже Но те гарантийные обязательства, которые на него накладываются По гарантийному сроку По качеству работ Он намного превосходит аналоги, с которыми мы работали Это асфальт 80А и Б Поэтому в этом году Несмотря на то, что он, конечно, дорогой Мы продолжим Фактически И основные наши центральные магистрали улиц Это и Ленина, и проспект Победы Улица Краснодонцев Улица Архангельская от Победы Дома Ченкова Будут выполнены вот именно этим асфальтом Спасибо, у нас еще один звонок Давайте послушаем Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Наталья Раздавайте вопрос У меня такой вопрос Участок дороги на поселок Шухабадь От трассы Новая Ладога И до самой Шухабадь Она каждый год, круглый год Находится в ужасном состоянии И кто вообще ответственен за это Что ее ремонтировать кто-то должен? Спасибо за вопрос Наталья, спасибо за вопрос Я понял, дело в том, что вы назвали Границу земельного участка Которая не входит в границу нашего города И мы, к сожалению Не могу вам подсказать Кто обслуживает данный участок дороги Потому что на сегодняшний день Граница земельного участка По которой мы несем ответственность Это пост ГИБДД Ну я думаю вопрос запишем Постараемся передать тем людям Которые могут на него ответить Думаю, что ответ все равно последует Вот с 1 апреля ямочный ремонт дорог идет Но вот ощущение надежности остается Заплатки выглядят как-то странно И практически в некоторых местах Через два дня асфальт разбивается снова Все уже заметили, что работает Новая пневмомашина на улицах города Причем достаточно интересная ситуация Когда один человек управляет этим шлангом Восемь стоят смотрят Ведь мы технологию перенимаем Вот это что-то изменит в нашем городе? Можно будет быстрее заделывать ямы? Как ситуация обстоит? Ну вы, наверное, говорите Когда 8 человек смотрят Это когда специалисты всех служб Как раз наблюдали за процессом работы Этого автомобиля На самом деле технология современная И то, что она применяется сегодня у нас в городе Это большой плюс Хотелось бы, чтобы она, конечно, была несколько раньше Но городской бюджет, к сожалению Не смог выделить в свое время денег И сейчас очень даже положительно Потому что деньги появились И мы такую технику приобрели В идеальном состоянии Хотелось бы, чтобы таких машин было Минимум три в городе В каждом районе города И когда мы производили соответствующий анализ Вот эта работа трех специалистов Один сидит за рулем И двое фактически обрабатывает яму Устраняет Она намного эффективнее, современнее И дешевле Несмотря на то, что машина дороже Когда происходит обыкновенное фрезерование Заделка, вы представьте Значит, работает фреза Работает трамбовка Работает машина, в которой привозят асфальт Вот там действительно пять-шесть человек Которые всем этим занимаются В данном случае производительность Она намного дольше В данном случае, конечно, мы пока От такого вида ямочного ремонта не отказались Потому что машина только одна И поэтому применяется на сегодняшний день Как машина с пневмообрызгом Так и ямочный ремонт по старой нашей технологии Методом фрезерования Но фактически ямочный ремонт Это промежуточная мера До тех пор, пока не будет Сделен какой-то более ремонт картами Или капитальный ремонт улицы Да, вы совершенно правы Где-то порядка 20-25% От ремонта дорожного покрытия У нас уходит на ремонт Именно ямочный ремонт Потому что без ямочного ремонта К сожалению, как бы ни говорили Стороны за или против нам не обойтись Потому что ямочный ремонт выполняем не только вот сейчас В этот период, но в том числе и зимой Когда образуются ямы И нам необходимо их для того, чтобы была безопасность Прохождения транспортного потока Автомобили не ломались Люди не нервничали Была обеспечена соответствующая безопасность Ямочный ремонт в любом случае нам необходим Даже вот на этот межсезонный период Зимы, весны до лета Хорошо, у нас есть еще один звонок в студию Давайте попробуем послушать нашего зрителя Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Елена Андреевна Задавайте вопрос Скажите, пожалуйста Мы уже не первый год Жители улицы Гагарина, 18 Металлургов, 45 Добиваемся ремонта нашей двора Ну, и хотелось бы вот задать вопрос По какому принципу выбираете вы ремонт дворов Чтобы правильно попасть в эту программу По той причине, что руководитель ЖКХ Металлург нам говорят Что мы, как обычно, сюда не попадаем Спасибо за вопрос Ну, на самом деле, городские дороги Это не только автомагистрали Но и тротуары, и дворовые территории Вот ситуация с ремонтом дворов Что здесь можно сделать? Куда обращаться? Я бы хотел сразу нашему заявителю сказать О том, что в прошлом году Городу было выделено порядка 50 миллионов рублей Но заявок поступило фактически в два раза больше На 100 миллионов рублей И комиссия соответствующим образом Анализирует заявки, проезжая по дворовым территориям Из худших выбрали самое худшее Поверьте, те деньги, которые были потрачены На ремонт дворовых территорий Они действительно этого стоят Там не только менялось асфальтовое покрытие Но и менялся бордюрный камень Делались входы в подъезд По этому году будут выделены деньги или нет Пока мы точно не знаем Но я рекомендую все-таки Несмотря на это все равно Оформить соответствующим образом заявку Как оформление заявки можно узнать на сайте Сервинфо.ру Либо непосредственно в департаменте ЖКХ Пройти всю процедуру И ждать, когда нам будут выделены деньги Из областного фонда Может быть из федерального И вполне может быть Ваша заявка с учетом того, что вы говорите Попадет в этом году в ремонт дворовых территорий То есть на самом деле нужно всего лишь правильно заполнить заявку И надеяться, что все равно Да, заявка состоит она не просто от заявления Нужно обязательно провести Общее собрание собственников многоквартирного дома Где они должны принять решение Должно быть архитектурно-планировочное решение Должна быть смета То есть определенный пакет документов Набор, для которого заявка Мы ее называем заявка Вкупе вот такой пакет документов Хорошо, у нас еще один звонок Тема тротуаров актуальна Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Николай У меня такой вопрос Вот тротуарами Кто у нас занимается Вот ремонтом тротуаров А то вот улица Ленина Ну невозможно ходить Как будто после бомбюшки Яма на яме Спасибо большое Вот действительно с тротуарами Кто их ремонтирует? Кому обращаться? К сожалению, действительно Заявитель прав Мы в последние два года Фактически не занимались тротуарами Основные деньги вкладывали в основном В проезжую часть И вот то, что улицы мы перечисляли Это большие деньги В этом году у нас на эту статью Выделено порядка 6 миллионов рублей Мы сейчас будем составлять программу Ремонта тротуаров И, скажем, наша программа Они формируются как раз вот на основании Обращений граждан Плюс инвентаризация объектов Когда наши специалисты выезжают Поэтому эта программа у нас Ориентировочно должна быть составлена До конца апреля месяца И мы после апреля месяца Проводим аукционные процедуры И фактически уже в конце мая Должны приступить к выполнению Ремонтных работ В том числе и по тротуарам У нас остается немножко времени Можем ли мы еще раз Для зрителей проговорить Какие крупные ремонты Будут в этом году проходить Чего ждать, к чему готовиться На что надеяться Да, в этом году у нас продолжатся Очень серьезные крупные ремонты Мы заканчиваем проспект Победы От улицы Олимпийской До улицы Столеваров То, что сегодня сделано Это сделан выравнивающий слой Там будут обе полосы По четной стороне покрыты асфальтом Маркище МА Мы закончим в этом году Улицу Краснодонцев От улицы до Гоголя До улицы Олимпийской Мы закончим работы По улице Архангельской От проспекта Победы До улицы Моченкова И у нас порядка еще 60 миллионов рублей Остается на ремонт картами Ремонт картами тоже сейчас Составляется программа Она несколько отличается То, что было две недели назад Потому что ситуация По погодам Условно отличается На сегодняшний день Все больше и больше появляется Серьезных участков дорог Которые ямочному ремонту не подлежат Нужно перекрывать Поэтому Сама информация Вот по картам Она будет доведена До жителей нашего города Где-то в конце апреля месяца Когда уже аукционные процедуры состоятся Подрядчик будет выбран Выйдут и Приступят к работам Мы эту информацию обязательно разместим Спасибо Достаточно грандиозные планы И я надеюсь, что все они будут реализованы И дороги в городе будут становиться все лучше и лучше Ну а нашим автомобилистам Остается только терпеть и ждать Когда закончится непогода Когда начнутся снова ремонты Ну и хочется обратиться И совершать опасных маневров Потому что пытаясь объехать яму Очень часто Сейчас люди создают аварийные ситуации Будьте внимательны на дорогах Спасибо большое Обсуждали мы сегодня Ремонты на городских дорогах Напоминаю, что у нас в гостях Сегодня был Сергей Васюнов Начальник департамента ЖКХ Череповца Сергей Александрович, спасибо за беседу Вам спасибо за приглашение Это была программа Точка зрения В студии работал Михаил Фоменко Всего хорошего До свидания Увидимся в следующий понедельник В 19.40 На телеканале провинции Редактор субтитров А.Семкин